Великий Того Героическая история собаки, которая спасла целый город от эпидемии Всем знакома поговорка о том, что собака друг человека Правда, иногда наши питомцы становятся не только лучшими друзьями для нас, но и спасителями Почти сто лет назад, в 1925 году, ездовая собака сибирская хаска по кличке Того Совершила настоящий подвиг, сумев спасти от опасной болезни небольшой городок на краю Аляски Изначально сибирские хаски были выведены чукчами в северо-восточной Сибири А на Аляске они появились в начале 20 века благодаря торговцу мехом родом из Российской империи По имени Илья Гусак Хаски отлично прижились на Аляске, так как спокойно переносили стужу и справлялись с тяжелым трудом В те времена на Аляске были очень популярны так называемые все аляскинские гонки на собачьих упряжках Которые проходили между двумя городами Кэндл и Ном По гонщику и его собакам нужно было преодолеть немалое расстояние 657 километров И быстрые выносливые хаски довольно скоро стали фаворитами гонок Одним из самых успешных заводчиков, дрессировщиков и погонщиков в ездовых собах Стал норвежец по имени Леонард Сеппало В 1900 году он эмигрировал на Аляску и поселился в городе Ном В 1913 году Сеппало получил от друга свою первую упряжку ездовых собак И, по его словам, влюбился в них с самого начала Через два года Леонард принял участие во всеаляскинских гонках И после жестокой конкуренции с опытным гонщиком из Шотландии Скотти Алленом Победил его на четвертый день, финишировал на два часа раньше Зимой 1925 года жители города Ном столкнулись с эпидемией дифтерии Еще осенью местный врач Кертис разместил заказ на противодифтерийную сыворотку После того, как обнаружил, что срок годности всей продукции, которая содержится в больнице, истек Однако новую партию не удалось привести до того момента, как порт Нома закрыли на зиму И за вставшего льда То есть до весны город был практически отрезан от внешнего мира Тогда было решено привезти лекарство поездом в ближайший город под названием Ненана А оттуда переправить сыворотку в Ном на собаках Так началась эстафета длиною больше тысячи километров Которая впоследствии получила название «Великая гонка милосердия» В это время из Нома навстречу упряжке, которая везла вакцину Выехал легендарный Леонард Сеппала со своими собаками Ему предстояло пройти самый длинный и сложный участок пути Вести команду Леонард доверил своему любимцу, вожаку Того Того был чисто породным сибирским хаски Но поначалу Леонард счел, что пес не подходит для беговой пряжки В щенячьем возрасте Того был довольно болезненный И его постоянно опекала жена Сеппалы Когда пес поправился, стало ясно, что у него хулиганский характер Поэтому он не может использоваться в качестве ездовой собаки Тогда Леонард решил отдать Того в другую семью Однако вскоре пес выпрыгнул через окно Пробежал несколько миль и вернулся в свой родной питомник Эта преданность покорила Сеппалу И он оставил пса себе Хозяин не сразу разглядел в этой собаке лидерский потенциал Случилось это лишь после того, как восьмимесячный Того Пробежал в упряжке 120 километров наравне с другими опытными вожаками Тогда хозяин назвал щенка Вундеркиндом А потом добавил, что нашел прирожденного лидера Которого пытался вывести годами Очень быстро Того стал одной из самых ценных собак Сеппалы Так что неудивительно, что именно ему Леонард доверил вести упряжку в самый ответственный момент Того справился с заданием на отлично Несмотря на все трудности и довольно преклонный возраст Ему было тогда 12 лет, когда он вел собачью упряжку 420 километров Чтобы вовремя доставить лекарства людям В пути собачью упряжку и его погонщика ждало много опасностей Штормовой ветер охлаждал воздух до минус 65 градусов Цельсия При этом команде приходилось передвигаться по открытому льду В какой-то момент из-за темноты и метели Сеппала не смог разглядеть нужную тропу И только Того сумел вывести упряжку к охотничьему домику Предотвратив верную гибель всей команды Немного отдохнув, герои продолжили свой путь При этом температура упала до минус 40 градусов А ветер усилился до 105 километров в час Упряжка двигалась по льду, который буквально разламывался под ногами Затем им предстояло пересечь гору высотой 370 метров с множеством гребней Но Леонард, Того и их команда смогли преодолеть все трудности Передали сыворотку В итоге вакцина приехала в город в 5.30 утра Ни одна ампула не разбилась И к полудню сыворотка была разморожена и готова к использованию С ее помощью эпидемия была остановлена Леонард Цеппола основал знаменитый питомник сибирских хаски в штате Мэн Где Того и встретил свою старость Он прожил до 16 лет Но в последние месяцы у него стали отказывать глаза И сильно болели суставы Поэтому Леонард принял решение облегчить его страдания В своих воспоминаниях Леонард говорил о своем друге так У меня никогда не было пса ценней, чем Того Его выносливость, преданность и интеллект были на высоте Это была самая лучшая собака Которая когда-либо путешествовала по тропам Аляски Со временем Слава все-таки нашла своего героя И в 2011 году журнал Тайм назвал Того Самым героическим животным всех времен Знаменитый вожак оставил после себя многочисленное потомство Его гены до сих пор прослеживаются в лучших сибирских хаски Которые известны как сибирские язовые собаки от Цепполы В 2019 году кинокомпания Walt Disney Pictures выпустила фильм Того Про подвиг Леонардо Сэппола и его героической собаки В роли Каюра снялся актер Уильям Дефо А Того на экране изобразил его прямой потомок Хаски по кличке Дизель Субтитры создавал DimaTorzok